Как бы у нас тут начинаются дела с Легионом, всякие тёрки. Так, чё, Хей? Знак Цезаря защищает тебя. Да, на самом деле он тебя защищает от меня. Ишь-то какой! Если бы на мне не было этого знака, я бы тебя прибил бы сейчас уже. Здесь просто ужасно. Помогите нам. Работаем, работаем. Так, быстрее. Охрана на меня смотрит, как на кусок мяса. Их можно освободить из рабства. Как это сделать так, чтобы не устроить резню? Нас тут держат против нашей воли. Умоляю, помогите. Работаем. Прошу вас, сэр. Сжальтесь над нами. Освободите нас, пожалуйста. Меня послал Фрэнк. Тот человек знает, где мы. А я-то думала, что хуже быть не может. Ну, он хотя бы слишком труслив, чтобы прийти за нами самому. Что, если бы он попал в этот загон с нами? Как вас захватили? Мою семью захватили рейдера Легиона около Сёрчлайта, а Фрэнк сбежал, трусливый пёс. Не знаю, где он носит, но... Так он хотя бы к нам не пристаёт. Он вас обижал? С тех пор, как он потерял работу несколько лет назад, он изменился. Он начал беситься из любой мелочи. Мы пытались сбежать от него, когда пришёл Легион, и я рада, что он удрал, как трус. Но рабство совсем не то будущее, которого я хотела. Поглядим, что я могу сделать. Спасибо, спасибо большое. Когда нас выпустят? Давай, развяжу твой ошейник. Чёрт из два, если охранник тебя поймает, нас изобьют. Если хочешь помочь, открой нам ворот, или заставь этого насмотрщика нас отпустить. Так, насмотрщик, насмотрщик-то где? Где насмотрщики? На склад надо попасть, да? Вот он, он, насмотрщик этот. Привет. У тебя здесь не место. Я вижу на тебя знак Цезаря. Курсор Лукула ожидает тебя в доках. Цезарь не любит ждать. В два месяца я по пуле летел к Курсору Лукулу и отправлялся в форт. Курсор должен быть в доках. Цезарь не любит ждать. Ну чё, давайте сначала с Цезарем разберёмся, а потом уже будем заниматься, собственно, этими ребятами. Просто... А что если я, например, давайте засейвлюсь и убью насмотрщика? Вы произвели плохое впечатление на сообщество и теперь с вами могут отказаться иметь дело. Ой-вэй, ключ получили. Магнум, бронеразведчика. Это лёгкая броня, между прочим. Но весит многое, поэтому брать её не будем. Стоп, перезарядить на два. Лучше после Цезаря устроить резню, говорит ХК. Да, я поэтому сохранился. Хочу посмотреть, чё будет. Просто, знаете, what if такой маленький? Когда нас выпустят? Даём ключ на осмотрщика. Спасибо. Уж не знаю, сможем ли мы тебя когда-нибудь отблагодарить, но мы сделаем всё, что сможем, как только найдём новый дом. Стоп, стоп. Что такое? Я даже ошейники с них снять не успел. Доннелол. В общем, ладно, давайте сначала к Цезарю реально. Нам как бы намекают, сходи к Цезарю, Дайс. Почему бы и нет? Говорит Дайс и идёт к Цезарю. Кстати, к слову, волос. Почему ты говоришь, что есть впечатление, будто бы в помещении нет освещения и всё плоское? По-моему, всё очень не плоское и даже, я бы сказал, немного такое с рельефом, с тенями, с затенениями. О чём вообще-то речь была? Чё у нас тут ещё есть? Патроны? Мишки? Что это было? Я, пожалуй, уйду, а тут меня не любят явно. А что, если у него ключи с кармана исчезнут, а не голова надсмотрщика? Ну так неинтересно, вы чё вообще? То есть вы предлагаете заставить их потихоньку убраться? Ну, тут, видите, начинают, а, говорит, охрана лагеря. Там было меньше освещения и затенения, говорит волос. А ты как-то отрубил и вырубал через ходки, окей. Ладно. Так или иначе, мы отправляемся в лагерь Цезаря. И это самое, наверное, важное, что мы сейчас будем делать. Наш путь лежит в форт на холме. Ладно. Не будем свет включать, он как-то немножко зловеще выглядит при этом. А вы, хочешь отправиться вверх по лике? Ну так-то да, а ты кто такой? Я Курсор Лукул, и мне приказано доставить тебя в лагерь Легиона у форта. Ты идёшь или нет? А что будет в форте? Ты лично встретишься с Великим Цезарем, основателем Легиона и покорителем 86 племён. На моей памяти, это первый раз, когда Цезарь призвал кого-то из распутников к себе. Даже вожди племён не удостаиваются такой чести. Это кого-то распутником назвал, Лалка? Все, кто не служит Легиону, распутники. Они живут в разврате, забыв о морали, безнравственности, выдержке и самоконтроле. Ага, вот что, оказывается, нужно. Само их существование язвы на теле общего блага. Много хуже платократы, это вид распутников, которые обитают по эту сторону реки. Они притворяются цивилизованными, однако на деле развращены эгоистично. Скоро им будет открыта истина. Вот что, оказывается, нужно для того, чтобы брать рабов, казнить, убивать невинных, устраивать пытки. Просто нужно немножечко самоконтроля. Это недостатка самоконтроля мешает НКРовцам устраивать зверства. Был бы самоконтроль, они бы прям по-быстрому всех бы вжиг там на костёр, на крест, преломать ноги, заставить медленно умирать мучительно. Ох, сколько разных вариантов. А ещё можно, конечно же, просто в рабство. Да, старое доброрабство. За что мне выпала такая честь встретиться с вами, великими просвещенными господами и вашим лучезарным предводителем Цезарем? Тебе виднее, но твой путь необычен, раз Цезарь проявил к себе такой интерес. Ну ладно, раз так, давай отправляться. Путь займёт несколько часов. Занимай место в лодке. Погоди, 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 что происходит? Мы с тобой тут что, Вергелия Данте изображаем? Мне нравится думать, что мы лезем в адскую пасть из научного левопытства, а не настолько широких взглядов, чтобы совсем лишиться мозгов. Я не настолько, он говорит, взглядов широких. Ну и замечательный вид у нас на этого... Как его там? Я уже забыл, как их зовут легионера. На этого лалку, в общем, Леонского. Не подумай. Просто... Давай просто... Разберёмся с Бенни. Я не хочу дать ему сбежать. Не скажу, что вполне тебя понимаю, но я не ночевал в твоей могиле. Ладно, пойду с тобой. Только запомни, если тебе что-то нужно от Кесаря, рано или поздно придётся воздать ему Кесаря, да? По приказу, Цезаря, все посетители должны разрушиться и оставить все запрещённые предметы. Ммм, а это Курсор Лук, говорит Улдворкин. Окей. Ещё на пару секунд запомнил, потом опять из главы вылетит. Но спасибо. Так, а что считается запрещённым? Алкоголь и все химикаты, включая стимуляторы и другие наркотики. Но мне придётся их взять с собой. У меня порог сердца. Не знаю, зачем Цезарю беседовать с таким хилым созданием, но я сделаю для тебя исключение. А, спасибо. На тебя знак Цезаря, но даже не думаю поделиться своим лекарствами с кем-то в порте. Ладно, оставим оружие скрытого ношения. Твоё имущество мы вернём, когда будешь уходить. Курсор продолжает стоять, а топтаться на месте. Нас просто вместе с ним в одну и ту же точку телепортировало. Цезаря, держись. Да, самое главное, чем его убивать. У нас есть револьвер Магнум, микроядерный аппарат ГРА, звуковой эмиттер и трансумпорталер Большой горы. А вот это интересно. То есть можно телепортнуться в Большую гору, взять оружие и вернуться назад. А где мы оружие хранят? Сундук для оружия, нужен ключ. Нужен ключ, окей. Легионер рекрут. Гильза, патроны, стручок. Как интересно, что нас не видят. Гильза. А вот ключ от сундука с оружием. Всё, изи. Нас не видят. Нужно засейвиться. Задание провалено Кесарю Кесарева. Что? Что? Почему провалено? Ладно, ладно. Ну, просто вот игра, как бы, вся на скриптах такая. Не даёт мне делать то, что я хочу. Ладно, ключ я оставлю с собой на всякий случай, если мне понадобится оружие. Я же сейчас обойдусь тем, что... Просто зайду в форт. Словно стес, говорит Гуччи, да. Так, стоп, 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 чё не пускается? Кесар ждёт тебя в своём шатре. Можешь самостоятельно найти дорогу. Я буду ждать здесь, чтобы перевести тебя после встречи обратно на западный берег. Ну, предположим. А, это назад пойти. То есть мы как бы пришли отсюда, это выход с локации, а не вход обратно в форт. Нам же нужно пройти по этой дороге, посмотреть на замечательные скелеты. Которые висят на крестах. Красиво, красиво. Как же это замечательно. Мучительно умирать, вися на кресте. Не имея возможности ничего с этим сделать на протяжении часов или даже дней многих. Ава. Сразу видно, серьёзно подходят к делу господа. А это нас кто? Рап. Многие ноют, просто ужас, говорит. Рап исчезает прямо перед нами. Типичный Нью-Вегас. Давненько хотел мод на лоботомию, говорит. Олд Дворкин. Надо поискать. Да. Легионеров Нельсона убиты все до единого уцелевших нет. И вы знаете, кого за это благодарить? Ещё Эзенраб. Бедняги. Еле-еле плетутся. Как красиво. Красное небо, фиолетовые горы. Что-то необычное явно. Ну, атмосферку создаёт. И самое главное, перед стримом мы здесь занимались тем, что правильное освещение в этой локации. Оно было чересчур красным. То есть красное освещение не только на небо распространялось, но и вообще всё становилось красно-розовым. И, по-моему, так лучше, когда только небо немножечко имеет оттенок зловещий, и это создаёт атмосферу. Но при этом окружающее пространство остаётся нормального цвета. Небо розовое. Да, небо цвета... Цвета пыток и убийств. Слава Цезарю. Воистину. Я суров с детьми, но они станут великолепными легионерами. Я им очень горжусь. Так держать. Они, кстати, эту тему с квестом проваленно не пофиксили. Даже Волтер Воллс, говорит Воллс. Серьёзно, это очень стрёмно, знаете... О, у нас плазменный пистолет не отобрали у Аркейда. Ну, вообще просто круто. То есть у меня есть микроэйзерный аппарат, у него есть плазменный пистолет. Всё, можно разовыплотнять всех тут направо и налево. Рабы на арене плохо дерутся. Ещё бы, у них мотивация, видимо, не сильно большая. Крышки, динарии. По-моему, это несправедливо, что кража у легионеров, она является преступлением и снимает карму. Ну, в целом, неплохо тут всё выглядит. Такие, знаете, палаточки. Всё по-спартанским. Атон. Или отон. Как правильно, интересно. Такое же драгоценное арене. Тогда тебя ко мне... Расскажи об арене немножко. Например... Каковы правила? Только лёгкая броня и мачете. Претендент, тот, кто просит о выходе на арену, противостоит одному или более противникам. Всем матча продолжается до смерти одной из сторон, без исключений. А, ты чем занимаешься? Я устраиваю бои, слежу за годными пленниками и держу арену в чистоте. Кто выходит на бой? По большей части, это молодые легионеры, которые хотят прославиться, надеясь, что их заметит Цезарь или же претерианцы. Иногда мы заставляем драться рабов или пленников, но это неинтересно. Они обычно не хотят друг друга убивать. Как это прогрессивно и благородно убивать друг друга ради потехи. Довольно об арене, поговорим ещё кое о чём. Например, о том, что я хочу сразиться на арене. Дженни Ди говорит, тупые легионеры ещё не поняли, что это светящаяся палка на поясе оружия. Да, видимо, они просто такого оружия не видели. Они достаточно необразованы для этого. Ну, им просто, скорее всего, чувак сказал, что это какой-то научный прибор, который там измеряет уровень зелёности вокруг. Поэтому он зелёным светится. Всё просто. Такой достаёт, смотрит, говорит, да, действительно, ничего зелёного вокруг нету. Они, кстати, эту тему... Так, это я тоже что-то видел. Ну, гниющие тела на крестах прямо рядом с лагерем — это... Что может пойти не так в антисанитарном плане, говорит ХК-47? Действительно, что может быть не так? Ладно, хочу сражаться. Да можно устроиться. Ты будешь драться с парой непокорных рабов. Не велика сложность, но посмотреть может быть интересно. Давай-давай, приступим. Запомни правила только лёгкой брони и мачете. Ну, конечно, до смерти. В общем, всё как я люблю. Поехали. А ну не убегай, стоять бояться. Расчленёночка. По окончанию боя вам вернули ваше обычное снаряжение. Аркей сразу прибегает, типа... Чё, ты как там вообще? О-о-о-о! У меня забрали мои пистолеты. Не, ну это не дело. На арене нельзя сражаться просто так. Дай свидать, прогрессивен. Рубит рабов на потеху. Да, конечно, стараюсь. Ну не надо, говорит Волос. Ах ты бессердечный, рабов убиваешь. Это было просто небольшим помутнением сознания. Таким, знаете, завихрением во времени. Альтернативной реальностью, которая уже прошла. Всё хорошо. Не волнуйтесь, рабы живы. И самое главное, наше оружие на месте. Вот это вот больше всего радует. Дактор зелёности Геннона. Угу. Хорошая же штука. Не, ну серьёзно. Чё он ещё может делать? Окей. Пойдём поговорим тут в столовой, чё делают. Кто у нас есть? У нас есть векселарии Легиона. Скоро на зареку пошлют, говорит. Декан Весеранов. А также Сири. Если тебя ранили, я могу потериться целебным порошком. Ах, бедная Сири. Как же она... Бедняга пострадала после того, как легионеры пришли. Раньше была жизнерадостной, а теперь вот вещала из смартфонов своим голосом. А теперь в виде побитой темнокожей женщины с фингалом под глазом сидит здесь и грустит. Сири, расскажи о себе. Что ты хочешь узнать? Откуда ты? Из маленького городка в Нью-Мексико. Легионеры сожгли его несколько лет назад, вот так я и попала сюда. И... Давно ты в рабстве? Больше трёх лет. Чтобы я могла попасть за реку, я была бы свободна. Не то чтобы я пыталась, я видела, что делать с теми, кого поймают. Да, как тут вообще в целом с женщинами обращаются? Мы вещи. Слишком юных или слишком старых обычно оставляют в покое. Обычно. Говорим о чём-нибудь ещё. Ладно. Ты врач? Я так и не доучилась. Об этом позаботились легионеры, разрушив мой город. Я умею оказать первую помощь, но против ран и болезней приходится использовать народные средства. Порошки там и всё такое. У меня вечно кончается корень Зандер, зато полно цветков Брока. А, ты же берёшь один цветок на один корень, так ведь? Ага, я брала два корня на цветок. Благодаря тебе я смог бы делать вдвое больше порошка в день. Если мне нужно немного целебного порошка. Ну, только если ты друг легиона, я не хочу, чтобы меня распяли. Тогда до свидания. Нужен мод, меняющий серий на Алису. Да, такая локализация, знаете ли. Стейк из Брамена. Выглядит не очень здоровым. Говорят, тут можно ещё и про Джошуа Грэхэма поспрашивать. Ох, ох, ох. Сейчас будем, наверное, Цезаря троллить этим. Но сначала я обойду лагерь, естественно. Посмотрю, тут кого можно найти, где. Кто ещё у нас есть? Легионер и ветеран, привет! Да, если ты помог легиону, научив её варить больше порошка. Я помог бедной несчастной рабыне. Давайте не будем. Какой большой лагерь, вот только гляньте. Кто ещё у нас тут есть? О, гаубица. Без замены стреляющего пристопособления эта гаубица бесполезна. То есть можно её и починить ещё. Антоний! Здорово! Чижаки в форте редкость. Веди себя тут аккуратно, и, возможно, останешься в живых. Я Антоний, мастер собаковод. Да, ещё нужно было на ушко сказать для легионеров, подмешивая яд раскраспионов. Говорит Джонни Ди. Правильная мысль, правильная. Она не похожа на рабыню, а больше на жертву домашнего насилия. Сад-сан, обычно, знаешь, это в одном пакете друг с другом идёт. То есть такой как бы пакет услуг. Рабство вместе с домашним насилием, ну и там другими бенефитами. Хочу задать... А, хорошая собака у тебя, кстати. Лупа? Да, она выносила многих лучших наших псов. Стареет, но пока что, та ещё сука. Правда, девочка? О, еее. Хочу задать пару вопросов. Да? Откуда легионы собаки? В основном мы их разводим сами, но иногда мы получаем отличные экземпляры из Денвера. Там же не городами просто кишит. Легион, всё включено. Именно так, ХК, да. Здесь полный пакет всех прелестей жизни раба, которые включают в себя и потенциальную быструю смерть, но мучительную... Ну, как быструю, скорую, скажем, да-да? Скорую на мучительную. Много домашнего насилия, невыносимые условия труда, плохое питание, откровенно скотское отношение. И всё остальное замечательно, что только может быть. Ты натаскиваешь этих собак? Да, с детства дворняги умеют слушаться, когда я с ними разговариваю. Ну, окей, поговорим о чем-нибудь другом. Например, о том, чтобы... До свидания давай, да? Всё, поговорили. Так, а что ещё у нас тут есть? Люпа? Пупа и Люпа. Так, здесь вроде бы у нас всё, да? Легионер-кузнец. Говорит, слава Цезарю. Ещё бы он говорил иначе. Для легионеров хорошо быть легионером. Но при этом очень плохо быть кем бы то ни было ещё, кроме легионеров. Что у нас здесь есть, в этом палаточном городке? Поговорив с главами легиона, говорит, волос, я бы их вырезал с большим удовольствием. Да, звучит как план прям. Что у нас тут? Какие интересные манекены, вы только посмотрите. А тут у нас легионер-ветеран тренируется, отрабатывает удар железной трубой. Главное оружие легионера – железная труба. Декан ветеранов. А кто ещё у нас тут есть? У нас что, больше именных персонажей не звезли? Ну-ка, смотри, как отжимается. Красавчик. Всё вроде бы похоже, да? Со всеми мы тут, кем могли, снаружи познакомились. Самое главное – дальше продолжать путь в палатку Цезаря. И говорить с Цезарем и его приближёнными. Он ещё и промахивается по манекену, говорит, вот дворкин, да, ну а иначе зачем ему тренироваться, если бы он не промахивался? Если бы у него всё было бы хорошо, и ему не нужно было бы тренироваться. Ну, бритерианец. Палатку Цезаря входит в одиночку, все остальные останутся снаружи. Слышишь, аркейд? Жди здесь. Просто жди. Я уверен, с тобой всё будет в порядке. Скорее бы нас уже за реку послали, говорят. Угу, обязательно пошлют. А вот и Бенни. Привет, красавец, как ты живаешь? Пленнику запрещено с тобой разговаривать под угрозой смерти, если Цезарь не даст своего разрешения. Прекрасно. Цезарь хочет, видимо, чтобы мы с ним поговорили в первую очередь. Представляете, заходите вы такой в палатку Цезаря. Он вас смотрит, а вы шаритесь по углам. Бритерианец. Луцарь. Цезарь ожидает. Со мной ты можешь поговорить позже. Это ты, курьер, который доставил столько проблем моему Легиону? И как ты смеешь являться сюда? Вольпесен Культа, мой лучший фурмитарий, мёртв. Гарнизон, который я поставил под Нельсоном, уничтожен. Столько усилий, чтобы заслать шпиона в лагерь Макаран, и всё впустую. Так объясни мне, почему. Объясни, потому что мне правда хочется это знать. Меня боятся и вполне заслуженно. А у тебя, именно у тебя, хватило духу прийти и предстать перед великим Цезарем. Что же было у тебя на уме? А что он лысый? Ну, там, наверное, небольшая седина есть. В принципе, он уже стареет, бедняга, видимо. Разопни, Бенни, плиз. Да, я его так и сяк, и эдак, и просто наперекосяк разопнул. Ему понравятся в последние секунды жизни. На самом деле я пришёл, потому что у тебя есть что-то, что меня интересует. Мы разберёмся с Бенни, когда придёт срок, а пока что... Ты ведь знаешь, зачем мне нужна была эта встреча. Кто-то чуть не убил тебя, и ты преследуешь его через всю Махава. Объявляешься на Стрипе и заходишь в Лаке-38 с такой лёгкостью. Точно тебе там оставили ключ под ковриком. Заглядываешь в Топс и полчаса спустя глава председателя, избегая со Стрипа, как побитый щенок. Когда тебе что-то нужно, ты идёшь и добиваешься своего. Впечатляюще. Вопрос, правда, в том, можешь ли ты приступить к делу? Ну, откуда ты столько обо мне знаешь? У меня повсюду глаза и уши. Я не такой дурак, чтобы отправиться на завоевание Запада слепым глухим. Следить за тобой было несложно, ты отнюдь не держишься в тени. Глезется время, когда мой легион захватит Великую Дамбу и устремится на Запад. Перед этим я хочу вывести из игры Мистера Хаос одним быстрым ударом. И этот удар нанесёшь ты. Дай мне расправиться с Бенни, и я уйду. Бенни — мой пленник. Ты не расправишься с ним, если только прежде не расправишься со мной. Не беспокойся, ты получишь платиную фишку, которую нашли у него. Используешь её так, как я приказал. И что же ты предлагаешь мне сделать? На спуске из холма у западного края лагеря есть старая постройка. Оно же стояло там, когда мы захватили Форд в 2277. Внутри находится шлюз с двумя стальными дверями, на которых нанесён символ казино Лаки-38. Тот же самый символ оказался на платиновой фишке, которую мы отняли у Бенни, когда схватили его. Разве это не любопытно? И ещё интереснее, на консоли открывающей шлюз имеется разъём примерно того же размера, что и фишка. Понимаешь, о чём я думаю? Я думаю, что фишка открывает эти двери, которые невозможно ни рассверлить, ни взломать, ни разобратить взрывом, потому что всё это я уже пробовал. А когда я там окажусь, что ты предлагаешь мне делать? Ставил какой-то ребаланс, говорит, от Дворкин. Джоша Сойер, Ленивады. Я Джоша Сойера только ребаланс ДЛЦ ставил, чтобы они не сразу активировались, а были разбросаны по миру. Ну, всякие разные контентные ДЛЦшки с предметами. А в остальном других ребалансов нету никаких. Царь во Дворца сделает то, сходи туда. Да, он как-то прям, знаете, с порога начинает говорить в таком тоне, будто бы я уже согласился на него работать. Видимо, он не предполагает другого ответа. Если я скажу «нет, меня убьют», а если я скажу «да», то как бы зачем разговаривать о чём-то другом? Ладно, когда я там окажусь, что ты предлагаешь мне делать? Тебе нужно уничтожить то, что ты там обнаружишь, затем вернёшься и расскажешь мне обо всём. Ступай туда и возьми с собой эту дрянную плотиновую фишку. Мои легионеры встретят тебя там с твоим оружием и снаряжением. Поговори с Бенни перед уходом. Ему известно, что ты будешь решать, как он умрёт. Напомни ему об этом, если хочешь. Мы поговорим, когда ты уничтожишь то, что прячется в бункере, и не раньше. Да ты охренел вообще. Серьёзно. А где разговоры с подробным описанием вашего злодейского плана, мистер Цезарь? Как я должен, по идее, узнать, зачем вообще мне это делать? Именно зачем с тобой вообще разговаривать и вести дела? Он просто привык находиться в окружении тех, кто говорит «Дага», пишет ХК-47. Видимо, так. Придурочный мог так погнуть дверь бункера, и даже фишка не помогла бы открыть её. Сейчас мы попробуем загрузиться, ещё немножко иначе поговорить. А тут у нас что? Автодок Марк 2. Это личный аппарат для скрашивания ночей у Цезаря? Это он с ним проводит свои жаркие ночи? С Автодоком наедине? Перед вами Автодок Марк 3. Не Марк 2, на самом деле, а Марк 3 всё-таки. Который используется для проведения хирургических операций. Однако у него перегорел дистанционный сканирующий модуль. То есть диагностический, конечно же. Теперь Автодок бесполезен. Оставить его в покое. Цезарь самоуверенный и нарциссичный, так что логичное поведение для него. В целом согласен, постарались. Для любого, кто не служит в Легионе, огромная честь получить аудиенцию Цезаря. Что ты можешь рассказать мне о Легате? Он лучший воин в Легионе. Он стал полноправным Легионом-Легионером 12 и не проиграл ни одной битвы. С его дамбой, гувером Легионом командовал Легат. Это мы бы победили, не сомневаюсь. А у тебя какие-нибудь поручения для меня найдутся? Недавно мы получили артиллерийское орудие, но у нас нет ни деталей, ни опыта для его починки. Вот в этом проблема. Они дикари. Это обычные люди из племен, которые нацепили на тебя костюмы. Эм, откуда у вас эта пушка? Торговец Дэйл Бартон вывез её с военной базы в Аризоне. Я так понимаю, из Юма. Угу. И зачем вам артиллерия? Лучшие стрелки НКР обычно находятся вне зоны боя. С её помощью мы сможем их достать. Посмотрим, что я могу сделать. Мне говорили, что племя, которое называет себя бомбистами, повернуто на таком оружии. Возможно, у них найдётся лишнее приспособление. А ты, Луций, получается второй человек в Легионе. Нет. Главный помощник Цезаря — это Легат Ланей. Легат заменил Горелого после поражения Легиона у Дамбы несколько лет назад. Во, расскажи про Горелого, точно! Горелый был советником и правой рукой Цезаря при создании Легиона. Горелый привёл нас к скрушительному разгрому до АМБ. По приказу Цезаря, притерианцы облили его дёгтем, подожгли и бросили в Большой Каньон. Цезарь даже запретил нам произносить его настоящее имя, так что мы просто называем его Горелым. То есть, собственно, получается, вы из-за своей отсталости и дикарской неспособности нормально вести войну проиграли организованной армии и после этого нашли козла отпущения, от которого избавились, чтобы оправдать свои неудачи. Легионеры просто гении. Это гениально. Как можно ещё иначе сделать свою армию круче, если только не убить командира? Ладно. Незаметно, чтобы ты носил оружие. Это ответ на что? О чём это? Притерианцы по традиции специализируются на рукопашном бое, поскольку оружие может сломаться или отказать в самый неудобный момент. Тем не менее, мы предпочитаем наладить обороне... о нападении обороне. Мы можем налететь на врага и расплющить его в первый же удар. Ух, ты не научишь меня притерианской технике рукопашного боя. Ладно, у меня для тебя есть несколько общих вопросов. Как ты вообще в Легионе оказался? Когда я был ребёнком, Легион завоевал моё племя. Меня выбрали учиться на легионера. Я сражался за Легион во многих битвах, и в конце концов, Цезарь назначил меня командовать притерианцами. Была великая честь. Так, стою, а ты как хочешь, говорит Волос. Когда у тебя авторитарное правление, то виноват один из начальников, и только он, чтобы никто выше, то есть Цезарь, не были виноваты. Ну да, то есть показательная казнь, кого-то одного, козла отпущения, чтобы поддерживать свой авторитет. По верхней степени ломается. Ну, если он сломается, им можно бить просто как куском металла. Понимаешь, в чём основная фишка? Тьфу ты, блин. Всё. Что случилось с твоими соплеменниками, расскажи, Луций. Женщины и девушки попали в рабство, а многие из мужчин и мальчиков тоже стали легионерами, а остальные были убиты. Благородно. И ты не испытываешь ненавистика Легиона за то, что случилось с твоим племенем? Мы были дикарями. Легион воспитал нас, сделал нас лучше. Ааа, такое-то воспитание. До свидания. Что скажет Бенни? Давай, детка, веселись. Кто бы спорил, положение своевоморительное. Да, мне очень смешно. Можешь смеяться сколько захочешь. Давай к делу. Как прошла твоя дружеская встреча с Лысым? Но он мне передал плотиновую фишку. А, Цезарь предоставил мне решать, как ты умрешь. Вот. Не ухмыляясь, так широко детка рот порвется. Да, Лысый сказал о решении за тобой. К чему ты склоняешься? А что бы ты предпочел? У тебя есть предпочтения? Да. Да, умереть во сне в глубокой старости после секс-марафона с 30-ю ненасытными красотками. Организуешь. Слушай, я не упитаю особых иллюзий. И не надеюсь выбраться отсюда живым. Вот почему я хочу передать свой план тебе, детка. Называется преемственность. А как тебе понравится распятие? Да, тут это популярное развлечение. Толпе нравится. Как думаешь, у тебя есть идеи, что делать с фишкой, которые были бы отличны от идеи Цезаря? Конечно, Лысый скажет тебе идти в бункер и уничтожить всё, что там припас Мистер Хаус. Не надо этого делать, детка. В этом бункере ключ от маленького... от миленького города по имени Вегас. Так что вот как мы поступим. Топай вниз и сделай с фишкой то, что хочет Мистер Хаус. Когда вернёшься на стрип, найди Йесмана. Я его сделал, поэтому у него нет выбора. Он поможет, сечёшь? Я уже находил его. А давай мы немножко познакомимся по-лучшему. Конечно, обстоятельства немножко необычные, я бы сказал, довольно слабо располагающие к знакомству. Но когда, как не сейчас, всё равно ты скоро сдохнешь. Я самый интересный человек из всех, кого я знаю, говорит Бенни. А твое племя всегда называлось председателями? Нет, тогда мы называли себя всадники в сапогах. Дурацкое имя, но так уж мы гоняли по Мохавес. И чё ж? Пешком. Мы были бродягами, дикими и злыми, обжаги и головорезов, но не лишние шика. Когда Хаус отдал нам ТОПС на переустройство, его роботы приулакли коробки с костюмами, галстуками, лаковыми ботинками. Он сказал, что мы теперь председателями. Поднялась буча, но я сказал, имечка подходит. Вот в бай старые времена, детка, пора вытанцовывать стильно. Если ботинки по размеру, носи их. И как давно ты стал главой семьи? Семь лет. Стал им через три дня после явления Мистера Хауса. Тогдашний наш главный громада парень по имени Бинго хотел оставаться кочевником. Я возразил, он вызвал меня на бой на ножах. Еще не удивился, когда я воткнул нож ему в глотку. Думал он круче всех, но оказался слишком неповоротлив. Так и я стал вождем. Такой у нас тогда был порядок. А как появился Мистер Хаус? Я был к востоку от Вегаса, когда на нас выехал первый Сюклер Трон. Рэш, мы таких никогда не видели, а мы его за минуту раздолбали. На другой день прикатили двадцать. Но мы стали слушать, они сказали, что мы избраны, мы нужны Вегасу, чтобы его защищать, и за это получим классную жратву, шмотки и лекарства. Другими словами, все то, чего в бродягах никогда не бывает. Мочти все хотели сказать нет, но я решил, что это классная идея. О да. Идея была неплоха. Что случилось после твоего бегства из Стопса? Я предпочитаю термин «переезд». Я высадил все осталосьбои до единого, пока пересекал реку Коттенвуд Коуф. Рискованное было дело плыть, но на другой берегу я переоделся в форму Легиона, который снялся с жмура перед Нельсоном. Пытался просочиться в бункер, но не выгорело. Они нашли фишку. Я не хотел им говорить, для чего она, но, скажем так, у них были очень эффективные методы убеждения. Ладно, поговорим о кое-чем другом. Расскажи о тех группах, которые хотят править не Вегасом. С кого из залчащих власти начнем? А почему Хаус не хочет рулить Вегасом? Тьфу, не хочет, не может. Мистер Хаус укрыл Вегас у себя под юбками, когда стали падать бомбы. Тысячу лет назад, и теперь город принадлежит ему? Дедка, каждый босс заготовил себе резон, почему он тут главный, и все должны делать, как он велит. До тебя-то что только дошло? Вегас должен танцевать, петь и веселиться. Я его, конечно, уважаю, но старикан изрядный зануда. А, то есть это вопрос был про его мнение на тему, почему Хаус главным должен быть или не быть. А что такого плохого в НКР? Мы разве не говорили об этом? Единственное, что в них есть хорошее, что они не легион. НКР — самая крупная шайка варья во всей Мохаве, только они заранее принимают закон, чтобы сделать свои преступления легальными. И что, если я выберу вариант ничего из вышеперечисленного? Совсем другое дело. Это крутой ход, детка. Для начала делай все, что велит тебе мистер Хаус. Уполни приказы, веди игру так, как он скажет. Потом, когда он отвернется, вышиб его с поля и постарайся взять контроль секьюротронов. Скажи к Ес-мену. Я его сделал, потому у него нет выбора, поможет. Цезарь уничтожит Стрип, тут даже не обсуждается. Что про три семи скажешь? Сидатели самые шик, а мертвый дегенерат, им верить нельзя. Белая перчатка — что-то в них есть. Что-то очень нехорошее. Если правильно все устроить, семьи тебя поддержат. Но их придется поубеждать. Ладно, понятно. Поговорим о том, что прощай. Чао. Самое время загрузиться и поговорить с Цезарем еще раз, немножко иначе. Это ты, тот курьер, который доставил столько проблем моему легиону. И как ты смеешь являться сюда? Ну да, он продолжает о том же самом говорить. Но ты же гарантировал мне безопасность, вот я и пришел. И ты слушаешь все это, раскрыв рот, правда? Потому что я сейчас тебя убью. Ладно, расслабься-то, я так шучу. Ты ведь знаешь, зачем мне нужна была эта встреча. Кто-то чуть не убил тебя, и ты преследуешь его через Мохаве, объявляешься на Стрипе, заглядываешь в Топс. Бла-бла-бла. Как я могу послужить легиону, Цезарь? Хотя, с чего ты хочешь начать, вот так спросим. Близится время, когда мой легион захватит Великую Дамбу и стремится на запад. Хочу вывести из игры Мистера Хаоса. И что же мне нужно сделать? На спуске с холма у западного края лагеря есть старая постройка. Она же стояла там, когда мы захватили форт. Внутри есть шлюз. Символ тот же самый, еще интересней. Фишка. А что там за теми дверями? Бенни считает, насколько я разобрался из его воплей, что там Мистер Хаос спрятал какое-то супероружие. Вот, вот этого мы в прошлый раз не видели. Про супероружие. Может, гигантский робот, который всех нас затопчет насмерть. Какая разница, это дело рук Хаоса, потому подлежит уничтожению, говорит Цезарь. А твои легионеры что, не могут этим заняться? Могут, но тогда мне придется их потом убить. Ты не понимаешь, да? Оружие, которым я воюю, одно из плоти. Оно из плоти крови, костей и сухожилия. Оно живое и уязвимое. Но мой легион верен мне до последнего вздоха. Почему? Потому что они живут ради служения высшему благу и не знают другого пути. Машины Хаоса и его устройства. Что они предлагают? Возможность победы без жертв. Никакой крови, одни заклепки. Нельзя дать этой идее укорениться в мозгах. Если человечеству суждено пережить этот момент истории, ему нужны воины, а не машины. Ах ты, больной ублюдок. Ладно, когда я там окажусь, нужно уничтожить то, что обнаружишь. Вступай туда и возьми с собой эту длинную платиновую фишку. У меня легионеры встретят себя там с твоим оружием и снаряжением. Говори с Бенни перед уходом, ему известно, что ты будешь решать, как он умрет. Ну че? Засейвимся отдельно. Сделаем отдельный сейв. И теперь будем решать, что делать с Цезарем. У меня есть очень интересный вариант, он мне нравится. А какой возглас, какой слоган у НКР, кстати говоря? Напишите кто-нибудь, пожалуйста, в чате. Если у Цезаря все они... Ну, у легионеров они там АВЦезарь, АВЦезарь. А что может воскликнуть у нас НКР? Я что-то плохо припоминаю. Но мы берем микроядерный аппарат Альфа. Готовимся. Звучит Т, говорит, ХК-47. Будто ему будет логично убить тебя после выполнения этого задания. Ну, отчасти да, отчасти нет. Слоган называется «Плати налоги». Да, вот и точно. Хороший слоган, мне нравится. Ну что, товарищ Цезарь, время платить налоги.